Девушки отдыхают Живя в этом городе, просто невозможно не танцевать Добро пожаловать в Рио-де-Жанейро Это жизнь других Туристы, приезжающие в Рио-де-Жанейро Видят красивые фляжи, бразильский карнавал, футбол Пьют вкусный кофе с одной стороны С другой стороны Трущевы и ужасная криминальная обстановка Я же хочу узнать настоящую жизнь Среднестатистического жителя города И думаю, она находится где-то посередине Давайте же сегодня все и узнаем Не, ну кофе я, конечно, тоже выпью Если бы я родилась в Рио, то, возможно, была бы как Эрик Которая на протяжении всего года готовится к празднику Выбирает платье, строит реквизит и планирует выступление На знаменитом бразильском карнавале То есть круглый год живет в праздничном настроении Хотя, погодите, я и так всегда в праздничном настроении Тогда попробуем иначе Родись я в Рио, я бы работала на кинопродюсера Сильвио Снималась бы в бразильских сериалах И была бы звездой местного телевидения Хотя, погодите, не только местного, и нашего тоже Это же бразильские сериалы Так, давайте заново И совсем с другой стороны Если бы я родилась в Рио, то была бы мусорщиком Как Алан и Майком Тогда я бы каждый день с раннего утра убирала город Но вечером подрабатывала бы фотомоделью И имела бы тысячи подписчиков в соцсетях Ээээ, погодите, я тоже подрабатываю фотомоделью И у меня тысячи подписчиков в соцсетях Так, пожалуй, хватит гадать Потому что, кажется, я сама уже поверила Что я реально родилась в Рио-де-Жанейро Ну раз так, то давайте же посмотрим Где именно это произошло и сколько же это стоило Роды в государственной клинике Бразилии Это совершенно бесплатно Сюда включены три дня пребывания в больнице Специальный набор для роженицы и медикаменты Любое медицинское обслуживание От сложной операции до таблеток В государственных больницах Бесплатны для всех Включая иностранцев Но не все так безоблачно, как выглядит Бесплатная медицина – это хорошо Но плохо, что у государства на нее не хватает денег Медикаментов, которые выписывают врачи В бесплатных аптеках, часто нет Тогда их приходится покупать за свои деньги Также на прием к врачу бывают огромные очереди Поэтому многие предпочитают покупать страховку И пользоваться услугами частных клиник Странность медицинской системы в Бразилии Заключается в том, что врачи сами строят свой график И могут работать, когда хотят Или не работать, если не хотят Каждый понедельник доктор говорит администрации больницы Сколько он будет работать на этой неделе Это может быть как одна смена То есть 12 часов, так и несколько Но сколько именно каждый врач решает сам Если же он вообще на работу ходить перестанет Тогда мы, конечно, разорвем с ним контракт От количества зависит и заработок Который у местного врача составляет От 1600 до 5000 долларов в месяц А если учесть то, что полторы тысячи Это и есть примерная средняя зарплата по стране То напрягаются на работе далеко не все врачи Следует отметить, что разрыв между бедными и богатыми в Рио слишком большой А значит выражение средней зарплаты весьма неоднозначное Ведь 70% населения получают меньше 1000 долларов Это значит, что даже 500 долларов в месяц уже считается неплохим доходом А зарплата меньше 200 Это уже бедность А там, где много бедности Там и небезопасно Поэтому, когда приходит время отдавать ребенка в детский сад Каждая мать в первую очередь Обращает внимание на безопасность В нашем детском саду мы вывозим детей на уличную прогулку Один раз в неделю на специальном автобусе Но наш сад расположен в самом безопасном районе города Большинство же детских садиков такой возможности не имеют Я хотела отдать дочь в государственный садик Но там постоянно нет мест Поэтому приходится платить за частный Я отдаю 900 реалов в месяц Это средняя цена для Рио Обычно она отличается в зависимости от района И, опять же, безопасности Чтобы показать, как с этим обстоят дела в школах Да и как вообще обстоят дела в школах Я пришла к своему знакомому Жоао Он учится в последнем классе И проведет мне экскурсию по своей школе Это к вам сюда можно прийти, да? И вот любой может пройти? Или только должен меня встретить кто-то знакомый? Только если есть специальное разрешение Ну вот, ты мое разрешение Ведь, ну это хорошо, что, кстати, без разрешения никто не может зайти Сейчас уроки, сейчас ты ушел с урока, да? Да, немного прогуливаю Вообще любишь прогуливать уроки? Не, очень редко прогуливаю Хочу поступить на бесплатное обучение И попасть вот на эту доску Для этого надо хорошо сдать единый школьный экзамен Но я уже к нему готов Главное, не опоздать Как оказалось, не опоздать на местное ЭГЭ Это как раз самое сложное Да-да, сдать его-то сдадут все А вот прийти вовремя для местных Это главная проблема Единый экзамен проводится один раз в год в одно и то же время И если ученик пришел позже, чем на 15 минут после начала То ворота школы закрываются И пересдать экзамен уже можно только через год В тот самый момент, когда один раз в жизни надо не опоздать Среди местных находится много людей, которые опаздывают Потому что жители Рио опаздывают всегда и везде Местные СМИ делают из этого целое событие И ведут прямые включения возле школьных ворот А вокруг собирается толпы людей Чтобы поддержать тех, кто пытается успеть в последние минуты И откровенно посмеяться над теми, перед чьим носом ворота уже закрылись Ой, это у вас такая столовая? Да, это одновременно и столовая, и школьный двор Здесь рядом мой класс занимается Пойдем покажу А почему два учителя? У нас так часто, они помогают друг другу А у вас так всегда сидят по группкам? Им просто дали коллективное задание А так в нашей школе мы обычно сидим по одному Так ребята на тебя смотрели с таким странным взглядом У вас вообще буллинг есть в школе? К сожалению, да Иногда бывает Но я думаю, он есть в любой школе, не только в нашей Как вас морально уничтожают, как-то подставляют, как бьют За внешность, за слабость, за разные другие вещи Девочкам бывает достается просто за то, что они девочки В Бразилии еще есть проблема сексизма И учителям нельзя рассказать, родителям нельзя рассказать Получается, дети должны это все переживать и решать сами, правильно? Некоторые закрываются в себе Но я, когда такое вижу, то рассказываю учителю Унижение – это для меня дикость Вы часто деретесь? Нет, в нашей школе такого не бывает, она же частная Такое обычно происходит в государственных Там все гораздо хуже Здесь нужно отметить, что большинство людей среднего класса Отдают своих детей именно в частные школы Обучение в них стоит минимум 150 долларов в месяц Народ беднее пользуется услугами бесплатных государственных школ И пользуются ними далеко не всем По статистике, не больше половины бразильцев полностью закончили школу Однако среднее образование здесь необходимо, чтобы устроиться даже на самую простую работу Если вы собираетесь в страны Латинской Америки Рекомендую вам самого креативного туроператора России Good Time Travel Вам подберут уникальные авторские туры С возможностью вылета из любого города А благодаря прямым контактам туроператора с отелями, гидами и транспортными компаниями Цены для вас будут самые низкие Рио очень большой город И содержать его в чистоте, ну это очень сложно, согласитесь Поэтому сейчас иду к мусорщикам и узнаю, как же они справляются Как красиво, господи, боже мой Что тут убирать? Просто наслаждайся Честно говоря, когда я пришла в условленное место, то не сразу поверила, что передо мной мусорщики Один словно Аполлон вышел из океана, а второй устроил себе небольшую тренировку Выглядели они при этом так, словно мусорная компания специально для меня костюм проводила Я правильно попала? Вы какие-то модели? Я слова не могу подобрать Вообще-то да, в свободное время я подрабатываю моделью Но сейчас я на своей основной работе Уборщик мусора Ты же видишь, какая у нас форма? Это просто был обед, и я решил искупаться А я певец и интернет-блогер, но уже давно работаю мусорщиком Почему вы выбрали эту профессию? Я даже, ну, не знаю, почему я это спрашиваю В Рио живет 15 миллионов народу А работы хватает максимум на 10 А мусорщик – это не просто работа, а официальное трудоустройство Я три года ждал, когда освободится место, и только тогда меня пригласили на собеседование и тест Какой тест ты прошел, я не поняла? Их несколько, нужно сдать нормативы по физкультуре, португальский язык и математику Наша должность приравнивается к государственной службе, поэтому мы проходим серьезный отбор Так же, как полицейские или пожарные Все должны быть подготовлены и образованы, ведь это работа с людьми, и она подразумевает карьерный рост Ну, слушайте, ну вы все равно, сейчас вы убираете город, убираете мусор Почему вы чистые? Банальная аккуратность Ну, а если где-то запачкался, главное сразу застирать Да в том же океане, ополоснул и все Я же должен по-человечески выглядеть, в конце концов, я же модель В общем, если ты устроился работать мусорщиком в Рио-де-Жанейро, то ты получаешь официальное трудоустройство Медицинскую страховку в частной клинике для всей семьи и вполне достойную зарплату Ребята, до меня только сейчас дошло Да ведь эти парни завидные женихи на престижной профессии То есть мусорщик – это такая отправная точка для дальнейшего пути в жизнь, кем вы хотите быть потом Я хочу поступить в федеральный университет на психолога Но отсюда пока уходить не собираюсь Здесь и платят хорошо А я, в принципе, уже тот, кем хочу быть До обеда я работаю здесь, а потом пишу песни и веду довольно популярный блог У меня почти 30 тысяч подписчиков, там я тоже пою Ну вот, дорогие друзья, яркий прямой пример того, что если ты хочешь попасть в шоу-бизнес, понимаешь То ты сначала можешь стать суперзвездой в интернете, быть мусорщиком, но при этом надо знать математику Вот я, получается, никогда не прошла бы тест Зато в местный университет поступило бы наверняка Ведь большинство вузов в Бразилии принимают просто по результатам школьных экзаменов и собеседований Однако в государственных учебных заведениях бесплатных мест на всех не хватает А тем более самым престижным федеральном университете Рио Кстати, самым крупным в Бразилии Любой выпускник школы мечтает поступить в университет А поступить в университет государственный Это вообще предел мечтания любого школьника Поэтому идемте посмотрим, что это за университет, куда все так хотят поступить Этот университет дает лучшее образование в Бразилии и, соответственно, диплом С которым меня гарантированно возьмут на хорошую работу Но чтобы сюда поступить, нужно, ну, очень хорошо закончить школу И я вам скажу, этот вуз действительно впечатляет Впечатляет не только своими масштабами, сколько контрастом Между уровнем образования и состоянием, в котором он находится Откровенно говоря, я надеюсь, что мусорщик Алан сюда таки поступит Потому что лишние рабочие руки здесь точно не помешают Вот хочу сказать, что несмотря на то, что университет дает очень хорошее Одно из лучших образований в Бразилии Учиться здесь порой опасно Потому что кругом ведра, лужи, все в аварийном состоянии Никто не чинит, но главное – грызть гранит науки Быть умным А в каких условиях? Считается, что это не имеет значения Главная причина – просто ужасное финансирование от государства Во всех корпусах требуется ремонт Не хватает банальной канцелярии И нам постоянно отключают свет или воду Студенты выходят на протесты чуть ли не каждый месяц Это помогает, но не больше, чем на месяц Следовательно, какое бы качественное образование не давал подобный вуз Какие бы перспективы в будущее не открывал Часть школьников не очень хочет учиться в условиях постапокалипсиса Дети, особенно из бедных семей, мечтают пойти к успеху по короткому пути Стать футболистом Бразилия ведь именно та страна, которая славится лучшими из лучших в этом виде спорта Выносливость Скорость Техника Ну и умение просто красиво смотреться с мячом Пригодится в том случае, если вы хотите быть футболистом в Бразилии Казалось бы, карьера профессионалов должна гарантировать успех и богатство Но долго не растягивая, сразу скажу Бразильские футболисты зарабатывают действительно много только за пределами Бразилии У нас в стране 4 профессиональных дивизиона и больше 10 отдельных турниров по каждому на штат Сотни футбольных клубов и тысяч игроков Но действительно богатыми людьми, как в Европе, можно назвать единицы, которые играют за лучшие 5 команд страны Начинающий футболист в высшей лиге страны получает около 4000 долларов в месяц Это достойная зарплата, такая же, как у хорошего врача Но не более, а во всем остальном множестве лиг и команд Люди играют за копейки, мечтая уехать в Европу На следующей неделе я уже в который раз еду на просмотр в очередную команду из Европы Я не знаю, пройду отбор или нет, и мне не важно, много ли буду зарабатывать Но в любом случае, моя жизнь будет посвящена этой игре Если не футболистом, стану тренером Если не тренером, буду массажистом Да хоть билеты продавать, главное на стадионе Хоть этот парень из нормальной семьи, со средним достатком Его философия полностью совпадает со взглядами чуть ли не каждого второго ребенка из трущоб Или, как их здесь называют, фавел Фавелы – это гигантская часть Рио Их здесь больше тысячи Со своей жизнью и своими законами Чаще всего криминальными Внутри многих фавел фактически идет война Весь прошлый год в Рио было официально введено военное положение И принят закон, что в ночное время суток каждый водитель имеет право проезжать на красный Так как останавливаться может быть опасно Как вы понимаете, мимо жизни фавелок нельзя пройти мимо Но при этом и нельзя пойти в фавелы Ведь это попросту опасно для жизни Чтобы разобраться с этой задачкой Я решила прийти в полицейский участок Который просто стоит на границе с фавелой И расспросить обо всем у своего знакомого полицейского Габриэля Экскурсию он начал со своего рабочего авто Ну давай, покажи мне Ого! Слушай, тут же гильзы! То есть, вот, смотри, это же уже... То есть, стреляли? Ну да Серьезно? Через день стреляем На этой машине мы заезжаем внутрь фавел Другая бы просто не выдержала Какой кошмар Слушай, а было такое, что ранили тебя или кого-то из твоих коллег? Да, в меня два года назад попали из автомата Во многих коллег тоже Полицейские – это самая опасная работа в Рио Только за прошлый год мы потеряли 200 человек Причем только три из них были при исполнении Нас выслеживают и нападают, когда мы не на работе Дальше Габриэл повел меня в их тренировочный центр Походу буднично демонстрируя следы от выстрелов на окнах полицейского участка Ведь просто за забором трущоба И часть такой же они построили для тренировок просто внутри здания Вот видишь, здесь все специально так хаотично построено Словно мы в фавелах Габриэл, ну скажи мне, то есть когда вы заходите в фавелы Там же живут не только бандиты, а гражданские нормальные люди Как они к этому относятся? Как им спастись? Мы всегда выбираем время, когда на улицах минимум людей Это самое сложное Ведь мы должны этих людей защищать При этом мафия стреляет направо и налево, им все равно Допустим, мы заходим в какой-то дом Это делается всегда очень внимательно и постепенно открывается угол Чтобы видеть, кто внутри Опасный ли там человек или нет Одновременно с этим мой напарник просматривает комнату с этой стороны Заходим всегда быстро и вместе А стрелять мы будем, только если увидим кого-то с оружием То есть, подожди, если преступник стоит здесь, а ты вышел туда, то есть он у тебя первый может? Может, шансов немного, но может Слушай, Габриэл, ну вообще у вас очень опасная работа, я клянусь тебе А у тебя настоящее оружие? Конечно, настоящее Оно со мной круглосуточно и всегда снято с предохранителя Как ни печально, но иногда в Рио все решается, как в ковбойском кино Кто первый выхватил, тот и победил Возможно, вам покажется, что при такой опасной работе зарплаты должны быть просто заоблачными Но нет Если ты спецназовец из отряда Габриэл, то будешь получать около 2000 долларов в месяц А если молодой городской полицейский, то совсем копейки, 450 долларов Послушай, но есть ли такая проблема в этих фавелах? Объясни мне, я просто не понимаю, почему эти фавелы до сих пор не, не знаю, не закроют, не перевезут этих людей Почему? Они же разрастаются и разрастаются Там живут миллионы людей, так что перевезти их никуда не получится Я считаю, что нужно решать социальную проблему Строить там школы, университеты, поликлиники И со временем все само наладится Но это 3-4 поколения Ну, как живут в трущобах, мы посмотрели Пусть и со стороны А вот как живется обычным горожанам, уже будем разглядывать изнутри Для этого я пришла в гости к своей знакомой Памелле Она работает инструктором по юге и сама воспитывает маленькую дочь Привет, Жанна Так, ну что, пришла посмотреть, как вы живете Это у вас что, главная комната, да? Бразильский сериал? Да, каждый вечер смотрю Так, ну идем дальше мне показывать что-нибудь Да, особо и показывать нечего Там кухня, а здесь мы с малышкой спим Ой, так вам тут двоим прямо слушайте Вы как королева можете вдоль и поперек спать, да? Оказалось, что показывать и правда нечего Честно говоря, и описывать нечего Вы сами все видите Дом просто суперскромный и очень маленький За его аренду Памела платит 250 долларов в месяц А вообще этот район безопасный у вас? В Рио не существует безопасных районов Просто есть лучше, а есть хуже У нас, я бы сказала, относительно нормально Но мы с соседями и сами о себе беспокоимся Вдоль дороги установили камеры А на въезде в наш переулок сидит консьерж А что опасность представляют бандиты или полиция? Конечно, бандиты Официальная полиция это вообще хорошие парни Но их мало А есть еще одни, мы их называем милиция Они вроде не официальной полиции, но по факту просто рикетиры Приходят к тебе и говорят Будешь нам платить, а мы будем тебя защищать Как полиция Но никаких гарантий, естественно, нет Ты платишь? Нет, у нас в районе их нет А они в основном в фавелах В Рио каждый район Это как маленький город Везде множество разных группировок со своими правилами Милиция, полиция Иногда в город заходит даже армия Все они постоянно между собой воюют А мы просто посреди этого приспосабливаемся и живем Так что-то я устала от этой темы вечной опасности Кажется, пора ее сменить и поговорить о прекрасном Мне сказали, что в родиле женщины ценятся с формами Чтобы у нее была грудь, попа Чтобы у нее все было Тогда она будет красотка Но ты такая струйная В целом, для Бразилии это правда Большинство мужчин предпочитают женщин в теле Но я же инструктор по йоге В нашей тусовке все наоборот Но говорят, что тут женщины специально себе делают попу Чтобы маленькая не была Чтобы она была побольше Грудь Чтобы все было Распространено? Твои подруги делают такие операции? О да, еще как Некоторые даже кредиты берут Это реально популярно Кстати, недавно читала, что наши пластические хирурги По этому профилю одни из лучших в мире Если тебе надо, могу дать даже контакты одного У меня знакомая недавно делала себе попу Как вы понимаете, когда дело касается стандартов красоты От хороших контактов отказываться нельзя Короче, в кабинет к пластическому хирургу я ворвалась через полчаса Привет, как твои дела? Ох, я прекрасна Ну, я в Бразилии Я не могла не зайти, конечно, к пластическому хирургу И правильно сделала Рио – это столица пластической хирургии Я здесь уже 40 лет практикую Вот какие пожелания у клиентов? Что они хотят чаще всего изменить? Чаще всего это увеличение груди или ягодиц Но, конечно, и все остальное я тоже делаю А есть желающие, которые хотят уменьшить свои размеры? Уменьшить грудь бывает Но чтобы кто-то пришел уменьшить попу В Бразилии – да никогда Рио-де-Жанейро – это город пляжей А на пляже люди всегда хотят выглядеть красиво Поэтому здесь каждый старается совершенствовать свое тело Кто-то занимается спортом А у кого есть деньги, тот идет к хирургу А вот это импланты куда? Этот как раз для женской ягодицы А вот этот для мужской У них же должна быть разная форма И много бразильских мужчин ведь тоже хотят себе, так сказать, рельеф А операции где вы делаете? Пойдем покажу Вот здесь делаю операции, а здесь фото после Чтобы продемонстрировать результат Я всегда снимаю три позиции – фаз, профиль и три четверти Чтобы рассмотреть все новые изгибы А дорого вообще сделать операцию по увеличению попы? Это уникальная операция Поэтому стоит в районе 8 тысяч долларов Это одна или две? Две, конечно, две Я думала, может, тут 8 и тут 8 Это, кстати, самый дорогой бит операции Видимо, спрос диктует предложение Однако, чтобы сделать все остальное, многие зажиточные бразильцы тоже часто идут к врачу А не в спортзал Вот имплант для накачанной мужской груди Такой обойдется тысяч в шесть долларов Еще я могу перенести жир с живота на бицепсы Тогда будут и пресс, и руки накачанные А, и, конечно, это Угадай, что это? Ну, я могу догадаться, конечно Это морковка для этого Для снеговика Это икроножная мышца А, Господи, слава Богу Я же подумала, у нас утренний эфир Да ладно, а туда-то зачем? Ну, как зачем? Вот представь, ты себе пресс сделал Попу сделал А ноги худые, как камыш Выглядит не очень Все это, конечно, станет в копеечку Но если уже взялся делать То лучше делать комплексно Получается, честно говоря, вы не хирург, а скульптор Ты так приходишь Тут убрал Тут нарастил Все, и приходишь, и замуж Да? Большая рельефная форма здесь ценится настолько Что каждый год проводятся даже специализированные конкурсы Красоты, посвященные Пятой точке Победительницы которых становятся в Бразилии Настоящими звездами Идут на телевидение, снимаются в кино И, конечно же, в бразильских сериалах Это новый район в Рио Представляете, и был он построен всего лишь за 100 дней Вы не можете в это поверить Правильно делаете Знаете почему? Потому что я нахожусь на киностудии Где снимаются бразильские сериалы Класс! Я не буду сейчас перечислять весь тот список знаменитых названий бразильских сериалов Вы и сами его знаете Просто скажу, что все они были сняты на этой студии Оно называется «Глобу» И является крупнейшим в мире производителем телесериалов Телесериал, или как мы их называем, новеллы Это такой же предмет экспорта для Бразилии, как и, скажем, кофе Мы продаем наши истории почти в сотню разных стран Поэтому имеем такую мощную киноиндустрию Соответственно, «Глобу» — это один из крупнейших работодателей в Рио Но, как говорят местные, обычным работникам платят здесь средне Они получают около 1500 долларов в месяц Но зато стабильно Каждый день здесь работает 10 тысяч человек Они безостановочно строят декорации Устанавливают освещение, пишут сценарии И, конечно, снимают Одновременно на студии снимается минимум 4 сериала А на территории построены 13 декоративных мини-городов разных видов и эпох Вот вы сейчас можете подумать, что я в каком-то красивом доме, да? И, в принципе, да, это абсолютно нормальный дом Единственное, что выдает его, что тут проходят съемки Видите, метки, метки для актеров, видите? Вот тут она должна стоять вот на этой точке для того, чтобы разговаривать со своим коллегой Видите? Видите, метки для того, чтобы разговаривать со своим коллегой, да? Похож на туман Пройти по бразильской фабрике грез и не зайти в гости к тому, кто эти грезы создает, я не могу Поэтому знакомьтесь, это Сильвио Он здесь как местный Стивен Спилберг Привет, заходи Я вот к тебе А что, ты выбираешь актрис, да? Да Это куда? Ну, для сериала, конечно Ой, а скажи, и вот кто тебе нужен, вот скажи? Нужна новая девушка для сериала, который уже идет Вот, кстати, его постер Это сейчас самый популярный сериал в стране А знаешь, какой я помню, мама смотрела сериал бразильский «Рабыня Изаура»? Снимал его? Нет, я его помню, но он очень старый Когда его снимали, я был еще молодым и начинающим Но это был супер успешный проект Такие всегда показывают в девять часов вечера Каждый вечер выходит несколько новых серий разных сериалов Я смотрю только тот, что начинается в девять Он всегда самый интересный Но, честно говоря, остальные просто боюсь начинать, потому что потом уже не оторвешься А, Сильвия, а вот скажи, вот еще мне всегда очень интересно Бразильские актрисы капризные? Не без этого Знаешь, когда к ним приходит слава, тогда могут и носом покрутить Но, с другой стороны, они снимаются в сериалах, а это тяжкий труд По сорок сцен в день Скажи, пожалуйста, вот сейчас, я знаю, вся индустрия в Америке, киноиндустрия Захлебнулась теми харрасмента Она как-то коснулась здесь, вот, бразильской индустрии? Конечно, у нас иногда случается что-то подобное Когда мужчины и женщины работают вместе, вообще разное случается, знаешь Но мы здесь так не драматизируем, как американцы Мое мнение хорошему продюсеру, ничего не должно мешать найти профессиональную актрису А если он выбирает не головой, тогда он уже плохой продюсер Посмотрев, как работают успешные люди, мне стало интересно, как они живут Хорошо обеспеченные жители Рио чаще всего выбирают недвижимость в престижных районах Ипанемы или Леблон Но там смотрит не на что типичные стеклянные новостройки А вот самый знаменитый район города Капакабана находится как раз по соседству И там расположены самые типичные бразильские квартиры в домах постройки еще 40-х годов прошлого века В одну из таких я и зашла Хозяйка оказалась стеснительная, поэтому я все вам покажу сама Ну вот, пожалуйста, типичная квартира в этом районе 100 метров квадратных Видите? Тут прямо вот бразильцы очень любят, чтобы висел гамак в доме Очень удобный диван, на котором они любят валяться и смотреть свои бразильские сериалы В принципе, тут ничего нового Аренда такой квартиры обойдется примерно полторы тысячи долларов в месяц Плюс еще 600 долларов за коммунальные и за систему охраны Но местные говорят, что если искать такую в период карнавала То цена будет еще выше, как минимум на треть О, я думаю, где кухня? Вот, смотрите, вот это типичная бразильская кухня Видите, даже я не могу полностью руки вытянуть Потому что она такая длинная и узкая Потому что раньше, в принципе, это дом же 40-х годов И раньше это было место для прислуги Поэтому, в принципе, кухни были такие все длинные Но вот что меня удивило больше всего, это туалеты Точнее, их количество Повторюсь, на 100 квадратных метров Их здесь аж три штуки А все потому, что тут есть еще один выход Из дома Прямо на лестничную площадку К океану выход То есть, чтобы ты, когда пришел с пляжа, не тащил песок в дом А мог сразу зайти, ополоснуться в этот третий санузел Ну или первый Смотря с какой стороны считать Кстати, именно здесь, вы знаете, какая есть схема? То, что несколько квартир, которые находятся на площадке Могут иметь абсолютно разную цену Мало того, у них даже почтовый адрес будет разный Это сделано для того, чтобы разделить квартиры на те, что с видом на море И на те, что без вида Ведь если первые при покупке будут стоить где-то миллион долларов То вторые в два раза дешевле А жители квартир с красивым видом еще и будут платить специальный налог от морского ведомства Он везде разный Забавно, что с такими ценами этот район иногда называют районом пенсионеров Хотя типичный бразильский пенсионер сможет себе позволить такую квартиру Разве что, если возьмет кредит до пенсии До пенсии своего внука Я всю жизнь работала школьной учительницей И на пенсию вышла, как положено, по закону в 60 лет Получаю 3000 риалов в месяц Это чуть выше среднего Для жизни в Рио этого, конечно, очень мало Но знаете, я продолжаю работать, и мне это нравится На бразильскую пенсию прожить сложно, но можно Однако большинство пенсионеров в Рио все равно продолжают работать Поэтому имеют возможность отдыхать, как им нравится Покупать, что им хочется И путешествовать, куда глаза глядят Ну вот мы и разобрались Какой бы была моя жизнь, если бы я родилась в Рио-де-Жанейро Но погодите, это еще не все Ведь я не могу не разобраться с тем, как рождается самая знаменитая вещь в Рио Бразильский карнавал Говорите, у вас скучная, серая, однообразная работа Вот вам секрет Есть одна работа, которая связана с перьями, блестками, музыкой и сумасшедшими декорациями Добро пожаловать на бразильский карнавал Основная программа праздника идет всего несколько дней Но как только она заканчивается, мы начинаем готовиться к следующему И так каждый год Если кто не в курсе, карнавал в Рио – это не просто народные гуляния Это соревнования между школами танцев, которые танцуют самбу И каждая из 13 лучших школ имеет огромный ангар Где сотни людей круглый год строят декорации, шьют костюмы и собирают реквизит к предстоящему празднику Показать мне, как выглядит в закулисе карнавала, согласился Рината Вице-президент одной из этих самых школ Ринату, ола Привет, привет Да, слушай, что это у вас тут, русалка? Да, скульптор ее уже вытесал из пенопласта Теперь ребята красят Но это не так интересно Пойдем, покажу костюмы Вот это да! Сколько костюмов вы должны сделать? 3200 штук Это у вас будет 3200 участников? Да, все ребята из нашей трущобы Ребята из трущоб, а че из трущоб? А ты не знала? Так практически все школы самбы базируются в фавелах и люди оттуда И большинство, кто здесь работает, тоже В этом ангаре нас работает больше ста человек График с 9 до 7 Зарплата небольшая, полторы тысячи реала в месяц Но зато она стабильная Слушай, а за чей счет гуляем? Кто платит за все за это? Часть денег дает государство А часть школы зарабатывают сама Например, на продаже этих же костюмов Или уроках танцев А я знаю, что чем ближе карнавал, тем костюм дороже Это правда? Конечно Такое, как на тебе в последние часы перед началом Можно продать и за тысячу долларов Это хорошая прибыль Ведь мы делаем их из самых дешевых материалов Смысл вкладываться, если они на один раз Сколько бы костюм ни стоил, до выступления Сразу после него все эти перья, блестки Его едут украшать свалком Ведь ни одна из школ никогда не будет повторять программу своего выступления дважды Здесь мы строим платформы Кстати, не показываю это до начала карнавала Ведь каждая из школ все, что делает, держит в строгом секрете А когда вы будете репетировать? Или вы не будете репетировать? На платформах не будем Они выйдут отсюда только в день карнавала Вот сюда становись Может, она уже готовая? Да, и очень прочная Ведь танцор будет выступать здесь довольно долго А останавливаться на передышку им вообще нельзя Выступление одной школы во время карнавала длится не меньше часа И несмотря на тяжелые костюмы с проволоки и дешевой синтетики Участникам надо безостановочно улыбаться и двигаться в ритме танца А что получает победитель? Кубок? И хорошее настроение Я не пропустила ни одного карнавала в своей жизни Ведь что бы ни случилось Приходишь туда и получаешь заряд позитивной энергии на весь год Причем он для всех одинаково мощный Хоть ты школьник, хоть пенсионер, хоть участник, а хоть зритель Я попадаю туда, вижу улыбки своих внуков Смотрю, как они танцуют и сама чувствую себя на 40 лет моложе Только сейчас я поняла, участники карнавала не просто выходят отработать деньги А гости не просто приехали их потратить Все они действительно этим живут По-настоящему Именно искренность этого праздника сделала его всемирно известным Именно она приводит в город миллионы туристов Но знаете, даже если приезжаешь сюда не в карнавальное время Даже если говоришь просто о жизни, не думая о туризме Ты все равно чувствуешь эту атмосферу Ведь весь многомиллионный Рио-де-Жанейро Круглый год живет и движется в ритме карнавала А карнавал просто задает этой жизни темп Темп горячей бразильской самбы Субтитры сделал DimaTorzok Какой бы разной ни была жизнь в Рио Его жители находят всегда позитив в любой ситуации Вот только непонятно, что им больше доставляет удовольствие Играть в футбол, танцевать или смотреть бразильские сериалы Лично мне нравится волейбол Обожаю просто валяться на пляже Моя страсть – это музыка Прыжки с парашютом Путешествия Люблю хорошо поесть Больше всего мне нравится ничего не делать Читать, кататься на серфинге А я кайфую просто от того, что живу в Рио-де-Жанейро Понять жизнь в Рио – это как любоваться океаном Он всегда прекрасен Но чтобы разобраться в этой жизни Придется в этот океан зайти Ведь сколько бы ты на него не смотрел со стороны Ты видишь одну поверхность И только там, в глубине, лежит настоящая жизнь других Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова